Медицинские документы и биологические материалы. Именно с этим Ольга Петрова работает последний месяц. Ежедневно после учебной практики она в качестве волонтера приезжает в городскую поликлинику номер 10 и находится здесь до последнего пациента. Нередко ей приходится уходить после 6 часов вечера. А в ближайшее время, говорит студентка, из-за омикронштамма работы станет еще больше. Но она к этому готова. В связи с обострением эпидемиологической ситуации не только в регионе, но и в стране мы ожидаем повторную волну и поток пациентов будет больше, работы станет больше, соответственно волонтеров выйдет больше и стимул работать будет намного больше и быстрее будет происходить процесс. Сейчас в медучреждении работает всего два студента-волонтера. Однако во время последней вспышки ковида их было больше 20. Не меньше студентов врачи ждут и в ближайшие дни. Помимо поликлиник, новые волонтеры придут еще и на горячую линию по доставке продуктов и лекарств. Владимир Александрович, добрый день. Это вас, какой-то волонтер акции «Мы вместе». Вы оставляли заявку на горячую линию ОНФ по поводу доставки продуктов и лекарственных средств. Сегодня штаб принял пять заявок. Для того, чтобы работать эффективнее в период вспышки заболевания, волонтеров разделили на несколько подразделений. На доставке продуктов питания и лекарственных средств, которые находятся на дому, как пожилым и маломобильным людям, сейчас у нас реализуют именно волонтеры, не медики. Тем самым мы распределили работу, то есть медики реализуют медицинский персонал, не медики, не медицинский. Сейчас больше ста волонтеров работает в 11 медицинских организациях. Скоро их ряды пополнят еще 200 студентов. В крае же общее число добровольцев превышает 4000 человек. Такого количества неравнодушных, говорит Анна, достаточно, чтобы покрыть до 75% потребности во внештатном персонале. Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком.